Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем виноградном канале. Зовут меня Светлана. Достаточно часто вы спрашиваете, какие книги я бы вам посоветовала почитать про виноделие, какие книги можно прочитать про вино. Вот, собственно, об этом сегодня и пойдет речь. И, конечно же, не только о книгах, но и других источниках качественной информации. Сразу предупреждаю, разговоры будут долгие, поэтому у кого нет терпения, и, ну что ж, извините, нам не по пути. Остальные травим все поудобнее, завариваем чаек, берем бокал вина и будем общаться. Конечно, можно было бы просто дать какой-то список литературы. Но уже исходя, опять же, из своего опыта, я понимаю, что этого будет недостаточно. И вообще виноделие – это достаточно сложная наука, об этом еще мы сегодня будем разговаривать. И степень подготовки у нас у всех разная. И с моей точки зрения, вот голый список литературы – это ни о чем. Я считаю нужным дать пояснение, и поэтому я их дам. Итак, а зачем нам вообще что-то читать? Мы же и так делаем какое-то вино, так делает дядя, так делает сосед, и все нормально, всем нравится. Еще в интернете куча рецептов, да, там вино за 5 минут, за 16 дней и все остальное. Зачем? Ну, на самом деле, много раз я об этом говорила. И, в принципе, давайте называть вещи своими именами. Большинство вот того, что так делается – это шмурдят. Я очень долго старалась обходить это слово, да, и называть такие напитки корректно. Но на самом деле надо называть вещи своими именами. Конечно, есть те, кто может, и таким образом делать хорошее вино. Но это скорее исключение, чем правило. И опять же, зачем нам что-то знать? Ну, как минимум, чтобы не тиражировать всякие глупые мифы. Я же по комментариям все это вижу, да. Без воды и сахара вино не сделать. Откуда это пошло? Ну, элементарно зайти в Google, да, и почитать вообще, хотя бы сжато где-то на каких-то сайтах, как вино делают, ну, не у всех, да, доходят, скажем так, руки. Ну, очень много тиражируется мифов, и иногда настолько бредовых, как, опять же, из комментариев, что в вино, по-моему, надо добавить залу, чтобы pH там был равен 7, а иначе все это уксус. И если вы будете пить такое вино, то у вас у всего будет остеопороз. Ну, я даже комментировать это не буду, потому что это, ну, настолько бред, что кажется, как вообще человек, достигший определенного возраста, не школьного, да, может нести такую ахинею, оказывается, может. К сожалению, вот так и повторю, что даже элементарно спросить у Google какие-то самые простые вещи, ну, на это почему-то не доходит. Или еще один очень распространенный миф, что вот вино из Молдовы, из винограда Молдова, обязательно надо разбавлять водой, он очень густой, и, оказывается, Молдова очень кислая. С какого перепуга, простите? Она кислая, ну, Молдова вообще тот виноград, который, вот я помню, с детства его всегда привозили в качестве столового винограда. Так если бы она была кислой, мы бы ее есть не смогли. Конечно, если она недозревшая, она будет кисловатая, ну, как и многие другие сорота винограда. Ну, и, простите, если Молдова кислая, то что тогда говорить о фронтиньяке, например? И понимаете, что даже вот для чего я все это говорю, что мы не интересуемся элементарно просто взять и вбить в поисковике, в Гугле, в Яндексе, неважно, уровень кислоты в Молдове и сравнить с кем-нибудь, ну, она далеко не самая кислая. Никто не говорит там, давайте фронтиньяк сделать с водой или еще что-то. Ну, то есть, понимаете, вот куча-куча этих мифов, так вот, чтобы они не появлялись, чтобы мы сами их не тиражировали, нам надо повышать свой уровень знаний. Даже для того, чтобы немножко отделять зерна от плевел, тоже недавно попал свидетель, один якобы винный эксперт, у которого даже винная школа начинает рассказывать, что, оказывается, белый налет на ягодах – это дрожжи. Мы все думали, что это пруинь. То, что подкисляют вино аскорбиновой кислотой. А элементарно посмотреть, для чего используется аскорбиновая кислота, вина дели, ну, для всего чего угодно, но только не для подкисления. То есть, понимаете, когда у нас есть базовый уровень знаний, хотя бы базовый, во-первых, мы сами знаем, как нам лучше поступить в той или иной ситуации, раз. А второе, мы вот эти вот околонаучные, вообще непонятно какие мифы и вообще непонятно какую информацию можем фильтровать. И в таком случае нам станет жить гораздо легче. Во всяком случае, так стало легче жить мне, когда я окнулась в это все. И, кстати, я же тоже не родилась виноделом и не читала ничего. И когда я вообще начинала делать вино и вести канал, я про виноделие знала вообще вот меньше, чем вот столько. И в тот момент появился один комментатор, который мне написал, ты, конечно, нормально все рассказываешь, но знаний у тебя ноль, читай книжки. И я задумалась и стала читать. И хочу поблагодарить этого человека. Не факт, что он все еще смотрит мои видео, но все равно отправляю во Вселенную ему большую благодарность, потому что он меня поставил на этот путь. И благодаря ему я начала развиваться, я узнала очень-очень много чего нового. И на этом, собственно говоря, не останавливаюсь. Я все время что-то читаю, я все время что-то смотрю. И ролики и по часу, и по два, и по три. Потому что мне эта информация интересна, мне эта информация ценна. И я прекрасно понимаю, что даже сделать ролик на три часа, человек потратил на это одни недели, а может быть и месяцы, на то, чтобы собрать эту информацию. И мне, например, чтобы эту же информацию получить, надо потратить примерно столько же, чтобы найти нужные книжки, чтобы их скачать, чтобы все это прочитать. Поэтому информацию надо ценить. И прежде чем мы все-таки приступим к обсуждению конкретных источников информации, все-таки я хотела бы сказать, а можно ли сделать хорошее вино без всех этих знаний? Да, можно. Если вы живете в регионах традиционного виноделия, где вы эти процессы впитываете с пеленок, с молоком матери, делали ваш дедушка, прадедушка и прадедушка, не вот то вода с сахаром, а нормальные вина, ну и есть такие регионы, там виноград прекрасно созревает, вызревает, и да, там действительно и приборы, собственно говоря, не нужны, потому что опыт у людей уже такой, что они, да, все могут определить на вкус. Вот там можно сделать хорошее вино без вот этих всех знаний, но только вот то, которое всегда традиционно и делалось. А если мы немножко углубимся вообще в мир виноделия, то мы поймем, что вина – огромное разнообразие, разных стилей, разных-разных вообще всего. И если мы не знаем ничего, мы можем делать что-то одно. Когда у нас есть информация, мы можем импровизировать, мы можем создавать что-то новое, можем пробовать и так далее. Но опять же, мы сейчас говорим о традиционных регионах, где виноград рос всегда. Мы же с вами находимся в довольно северных широтах. Мы находимся в зоне не то что рискованного виноградарства, мы находимся в зоне рискованного виноградарства. И, собственно говоря, выращиваем все вопреки. И тоже есть некоторые добрые комметаторы, которые все советуют, что вы мочаетесь, выращивайте картошку и делайте водку. Ну, мы уж как-нибудь без вас, уважаемо, решим, что нам делать. Тем не менее, да, мы в рискованных зонах, виноград у нас может не всегда набирать нужные кондиции. И вот те знания, которые у нас есть, они позволят нам даже не в самый лучший год сделать, пусть не самый лучший, но достаточно хороший продукт. Приведу только вот базовый пример. Та же кислота, которую все боятся, разбавляют водой. А кислоту можно превратить в сахар. А более того, я вам раскрою еще один секрет. Кислоту можно превратить в спирт. Да, это так. Но для этого надо знание. Для этого надо сесть, почитать книжки, изучить процессы, знать, что делать и вот таким образом добиваться нужного результата. И я еще позволю себе уделить одну минутку и зачитать вам цитату из одного учебника по виноделию. Виноделье – это сложная техническая наука, основанная на физико-химических и биотехнологических процессах, многие из которых еще требуют дальнейшего изучения, детализации и совершенствования. Достаточно сказать, что такие разные напитки, как шампанское или коньяк, херес и модера, можно изготовить из одного и того же сорта винограда, применяя оригинальные технологии. В этой связи упрощение и односторонний подход к виноделию и вину как к гастрономическому продукту или экзотическому средству общения за столом, пропагандируемый в литературе последних лет, в популярной литературе последних лет, и здесь я бы добавила пропагандируемый вот этими всеми народными рецептами изготовления, якобы вин, абсолютно не соответствует тому месту, которое занимает вино в различных областях жизни человека, социальной, культурной, духовной и так далее. Это цитата из книги Соболева «Технология натуральных и специальных вин». Ну и на этой ноте мы переходим к конкретике. Значит, что читать по виноделию? Конечно же учебники, никакие вот эти вот народные рецепты, там домашние винодели и все прочее нет. Вот там как раз-таки понимания процессов очень мало, а больше вот, знаете, тиражируемое невежество, назовем это так. Конечно, я не исключаю, что где-то может быть какая-то более-менее толковая книжка есть, но большинство это все-таки невежественные рецепты. Значит, читаем учебники, раз. Но мы должны понимать, что учебники пишутся для производств, они пишутся для вузов, они пишутся для масштабного приготовления. И, следовательно, там мы встретим и различное оборудование, да, там мы встретим добавление серы и многих других реагентов, которые нам в домашней винодели, в общем-то, ну, можно без них обойтись. То есть вот это вы должны четко понимать. Но прочитав книжки, прочитав учебники, у вас будет хороший фундамент для понимания процессов. А когда мы понимаем процессы, мы можем ими управлять. И еще я уже говорила, да, вот в этой цитате было, что винодель — это наука, связанная с химией, с физикой, с биологией. И если у вас достаточно слабое знание по этим предметам, не надо этого стесняться, это абсолютно нормально. Не все мы со школы и не все помним, и уровень знаний у нас разных, то да, вам может быть тяжеловато. Ну, значит, надо прочитать, может быть, один раз, может быть, несколько раз. Все постепенно уляжется, все постепенно поймется. Ну, кому-то это будет легче сделать, кому-то это будет сделать несколько сложнее. И лично я бы советовала читать как можно больше. Потому что когда вы читаете одного автора, второго, третьего, вы уже понимаете, а, я это слышал, вот это я слышал. И, конечно, в разных учебниках у разных авторов иногда можно встретить разные мнения. И это тоже важно. Там, как говорится, послушали, там и сделали для себя определенные выводы. Конечно, не у всех, скажем так, есть на это время. Но на самом деле, знаете, если у нас есть желание, то и время найдется. Лично я читаю, смотрю, все всегда и везде, как только у меня есть какая-то свободная минутка. Я читаю перед сном, я читаю где-то в перерывах, я читаю за завтраком. Когда я готовлю еду, я что-то слушаю на ютубе. Я не всегда могу смотреть, потому что мне надо смотреть на руки, чтобы не отрезать себе пальцы. Но я слушаю и постоянно впитываю информацию. Поэтому было бы желание, время всегда можно найти. И еще одно маленькое замечание. Почти все книги на русском языке, они написаны русскими авторами, советскими авторами. И тут тоже надо понимать, что советское виноделие, оно очень молодое. И оно думало не столько о качестве продукта, сколько о его количестве. Страна находилась, виноделие там начало развиваться примерно годов с 20-х, с 30-х. Ну, понимаете, война, революция, страна разрушена. И, в общем-то, все это создавалось с нуля. То есть, конечно, этим авторам огромное уважение, потому что сделать то, что они сделали, имея то, что они имели, это огромный, это колоссальнейший труд. Но мы должны все-таки делать определенные поправки на то, что все-таки советские виноделие несколько больше думало о качестве, вернее, о количестве, чтобы дать массу вина, игристого вина народу, нежели о качестве. Итак, все, наконец-таки мы пришли к конкретике. Значит, я советую вам почитать две книги. Первое – это Герасимов. «Технология вина» 1959 года выпуска. Потом все учебники, о которых я буду говорить, под роликом, нажав кнопку «Еще» в описании видео, я обязательно еще раз оставлю. Да, книга старая. Но базовые процессы в ней описаны. И надо сказать, что достаточно простым языком все это достаточно легко читается. То есть для тех, у кого фундамент знаний такой слабоватый, Герасимов, начинайте с него. Вторая книжка – это «Риберо Гайон. Теория и практика виноделия». 1979 года выпуска. Вообще, это четырехтомник. Это французский. Там вообще коллектив авторов «Риберо Гайон». Их два было, отец и сын, плюс Эмиль Пейно, плюс Седро. То есть это вот самые такие гуру французского виноделя. Кстати, в своей книге они ссылаются, в том числе и на Герасимова. Четырехтомник. На русский язык было переведено только три тома. Четвертый там, по-моему, про учет и оборудование. Поэтому не было смысла переводить его на русский, потому что для разных стран учет виноделия, он несколько разный. И вам из этих трех томов тоже актуальная информация в двух с половиной. Там тоже в половинке идет оборудование, которое нам, в общем-то, знать ни к чему. Очень замечательная книга. Максимально расписаны все процессы и многие вещи, которые я вам рассказываю. Они взяты как раз оттуда. Как-то же написала какая-то баба там Валя или кто, я не помню, да. Она все врет. Ну, конечно, я же все вру. Сижу и прям вот вру и вру, вру и вру. То есть там есть все. По улучшению качества, вот многие секретики, да, которые я вам рассказываю, все это там есть. Да, информации много, тем не менее, она очень качественная и достаточно легко читаемая. Конечно, сейчас вы можете мне сказать, о, так это ж сколько информации надо прочитать, да, вот столько информации надо прочитать. И когда очередной умник пишет под каким-то роликом, что ай-яй-яй, как долго, а я вот подруге все за пять минут пересказала. Ну, правильно, ты за пять минут пересказала, потому что я до этого нашла, прочитала, попробовала, рассказала. И еще не факт, что то, что ты пересказала за пять минут, принесет должный эффект. Поэтому цените ту информацию, которую вы получаете, даже если вам кажется, что она якобы долговатая. Потому что для того, чтобы вы получили вот в таком виде, мне надо потратить в 10 раз больше времени, чтобы эту информацию дать. Ладно, идем дальше. Ну, это базовые книги. Что еще можно почитать? Честно говоря, все, что вы найдете. Любые учебники, все это можно читать. Химия виноделия, биохимия виноделия, микробиология виноделия. Есть отдельно грузинские вина. Промышленные технологии. Не совсем вот то, что делают традиционно. Промышленные технологии по грузинским винам есть. Это тоже достаточно известный автор, который очень много сделал для виноделия. Технологии игристых вин. То есть все, все, все это можно читать, если вам позволяет время и возможности. И еще раз повторю, что когда вы читаете разные книги, то у вас вот по кирпичику все складывается, и складывается в хороший фундамент и в хорошее знание. Конечно, книги разные. А кого не советую читать, так это Валуйко. Почему? При всем моем к нему уважении. Это тоже известный ученый, который очень много сделал для виноделия. Но, к сожалению, он пишет нереально сложным языком. Даже мне с химико-биологическим образованием читать его было очень сложно. Есть отдельная книга по стабильности вин. И вот когда я читала, есть определенные зависимости. Допустим, одно уменьшается, второе увеличивается, или это уменьшается, и это уменьшается. И был какой-то момент в книге, который я перечитывала 3 или 4 раза. Я думала, ну, я совсем тупая и не понимаю. Да, к сожалению, так вот. Все хорошо, но очень сложным языком. Может, кому-то как бы зайдет, но, по крайней мере, не читайте эту книжку первой. Вот этого автора первого. Потому что если вы его возьмете первым, вы плюнете. И скажете, нет, это читать невозможно. То есть здесь есть такой момент. Что касается химии, биохимии, виноделия. Это вообще очень сложный раздел виноделий. Но, тем не менее, очень нужный и полезный. Все, что с вином происходит, вся вот эта вот ароматика, окисление и все-все-все, это именно этот раздел науки. Самая простая из вот тех книг, что мне попадалось, это «Химия вина» авторы Романенко и Сосюра. 2013 год, то есть книга довольно свежая и написана довольно таким простым языком. Как говорится, если до этого дойдете, то можно и нужно почитать. Что еще можно читать? Это журналы по виноделию, опять же, любые, какие найдете. Потому что там появляются самые свежие статьи, самая свежая информация. Если я что-то вспомню из того, что мне попадалось, то, конечно, в описании видео я вам обязательно оставлю. Также те, кто знает английский язык, вот им вообще гораздо проще. Потому что иностранная литература по виноделию, она гораздо проще нашей. И тоже все это можно читать, все, что найдете. По запросам One Technology много книг в сети, есть в свободном доступе. Есть даже мне попадалась одна, ну она очень простенькая, грубо говоря, для детей. Она буквально по каждому этапу, по несколько строчек. Но базовое представление, вот для тех, кто думает, что вино делают по рецептам, надо воду добавлять, все остальное, вот это шикарная книжка. Потому что есть представление, что, как делают, какие этапы, спиртовое выражение, яблочное, молочное и так далее. Я сейчас не вспомню. У меня накачано вот столько, не до всего я дошла. Если я, опять же, найду, все внизу будет. Есть отдельно, по-моему, даже по тому, как ароматы преобразуются. Тоже книжка. Но, к сожалению, если английский слабенький, переводится словарем, но это очень долго. Те, у кого английский хороший, тем, конечно, будет гораздо легче. И все это можно читать. С виноделием разобрались. Что еще можно прочитать про вино? Можно прочитать историю вина. По истории вина авторов есть несколько. Один из них – это Хью Джонсон. У меня, кстати, эта книжка в оригинале. Еще раз, если те, кому вдруг кажется, что все длинно, но досмотрели до этого момента. Смотрите, это «История вина». Всего лишь одна маленькая тема мелким шрифтом. Представляете, за сколько это можно рассказать? За 15 минут? Может, за 10? Вообще, Хью Джонсон – это не единственная его книга. У него есть еще, по-моему, «Видный атлас». И хотя говорят, что те же «Видные атласы». Может быть, они уже и устарели. Но если у нас нет никаких базовых фундаментальных знаний о вине, то почему нет? Можно читать. Кстати, у Хью Джонсона есть несколько роликов на Ютубе. Опять же, кто знает английский, есть на английском, есть то, что он снимал вообще в течение десятилетий. Все это можно смотреть. По имени вбиваем, находим и наслаждаемся хорошей, качественной информацией. Еще рекомендую вам одну книжку. Она, правда, только на английском. Но есть в свободном доступе. Элис Фейринг. Называется «Naked wine». «Обнаженное вино». Там про натуральное вино. И Элис описывает все со своей точки зрения, зрителя и без прикрас. Вот то, как оно есть. Она описывает, как она сама пробовала делать натуральное вино. Как она общалась с натуральными виноделами. Какие у них между собой есть споры и разногласия. И вот эта, кстати, книжка тоже, она написана очень легким языком. Даже если вы не знаете английский, вот там с переводчиком можно посидеть. И это того стоит. Честно, я когда читала, я получила прям такое вот эмоциональное, эстетическое наслаждение. Очень советую. Если есть время возможностей, то почитайте. Джессис Робинсон, тоже известная дама в мире вина. Вина, тоже у нее есть книги. Все это можно читать. Но вот что касается таких уже тем не технологий вина, а вообще регионов, истории и всего остального. Достаточно много качественной, хорошей информации есть на ютубе. Кого смотреть, кого слушать. Вообще про вино можно посмотреть. Есть канал Винной Маркин. К сожалению, там всего лишь 4 видео. Но это сомелье, с опытом. Это не просто какой-то дядя, который вдруг решил создать Винную школу. Раньше он там одним занимался, да, тут решил создать Винную школу. Читает какие-то текстики, подготовленные не очень качественными коператорами. Вот там профессионал, да, где-то может быть в некоторых, касательно натуральности вина, я может быть с ним не соглашусь. Но даже вот эти 4 видео там про дегустацию, про игристые вина, про тихие вина и что-то еще. Такие емкие ролики с хорошей, качественной информацией, с классной, красивой съемкой. Есть смысл посмотреть. Есть канал виноторговой компании Винатера. Там, ну, к сожалению, тоже, видите, не все интересуются вот этой винной темой. Либо смотрят вот то, что начинает активно раскручиваться не очень качественную информацию. То есть вот в данном случае надо смотреть тех, кто имеет к вину реальное отношение. Вот виноторговая компания, она вина поставляет, она винами занимается. Там специалисты, в котором, можно сказать, вином живут. Для них это работа и информация обалденно классная. Про регионы, про разные стили. Там есть очень интересное интервью с немецким виноделом, натуралистом, кстати. Тоже можно посмотреть. Такой достаточно хороший канал. Немного видео, немного просмотров. Информации много, хорошей, качественной. Назвала бы Дениса Руденко. Но, к большому сожалению, канал Дениса Руденко в Ютубе исчез. Там была вообще клависть информации и про сорта, и про технологии. Да, промышленные. Но, тем не менее, базовое понимание. И про историю вина, и про дуб Денис вел прямые эфиры. Я, правда, смотрела в записи кое-что и по несколько раз. И два, и два с половиной часа. Но информация просто потрясающая. Вот очень жаль, что ее не стало. Что там, как говорится, даже если бы туда был платный доступ, вот не грех заплатить. Поскольку, ну, чтобы самому вот это все собрать, надо было бы невероятное количество времени. Но, к сожалению, вот так. Можно еще персонали смотреть. Влада Лесниченко. Она один из основателей Винной премии. Тоже человек, который много лет работает с вином. Есть ее интервью на разных каналах. Просто по запросу в Ютубе Влада Лесниченко. Много чего интересного вы можете найти. Посмотреть, послушать. И вообще вся вот эта информация, она очень сильно расширяет наше представление о вине. И при том, что мы слушаем разные точки зрения. Также небольшой канал Real Authentic Wine. Тоже виноторговой компании. Тоже много чего интересного. Про натуральные вина, про регионы. Можно посмотреть и послушать. И еще по виноделью. Можно посмотреть. Есть несколько роликов. Канал называется Just Fermented. Все напишу словами. Потому что на слух не все воспринимают. Особенно если это английский. Значит, две девушки-виноделы, которые работают. Ну, не скажу по всему миру, но они работают виноделами. И вот они рассказывают определенные технологические моменты. Конечно, это конвенциональное виноделие раз. Это промышленное виноделие два. И применять это все в домашних условиях я вообще считаю нецелесообразным. Но почему я их советую, чтобы у вас было базовое представление вообще, как и что делается. Опять же, от нескольких людей я получила ссылку на ролик про химию в вине. Где там человек рассказывает, что как все безопасно. Вот это все натуральные добавки. И одним объяснением, что это натуральные добавки. И он как бы оправдывает, что все это безопасно и ничего страшного. Ну, по технологиям там вообще полный разброд и шатание. Так вот, послушайте реальных виноделах. И опять же, там все это расследование. Вся эта информация доступна. И виноделы об этом не то, что не скрывают, они об этом говорят. Так вот, послушайте, как говорится, из первых уст. Что как делают, что где добавляют. Ну, а выводы, если они нужны, каждый сделает сам. Поэтому читайте, слушайте, смотрите, расширяйте свой кругозор. Если у вас какие-то есть, вы что-то прочитали интересно, вы нашли какой-то интересный источник информации, особенно в плане того же виноделия, оставляйте в комментариях, делитесь. Мне тоже будет интересно узнать и посмотреть что-то новое. И, конечно, цените ту информацию, которую вы получаете в сжатом виде. Вот даже все эти каналы, которые я вам назвала, для того, чтобы создать ролик на 15-20 минут, 30 минут и даже час, у людей ушло колоссальное количество времени для подготовки этой информации. Поэтому цените это. А на этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку «Еще» в описании. Вся полезная информация, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!